Юмор ФМ 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 загрузили фотографии. Скептики те самые, да, которые, да, не-не-не-не-не. Ну да, такие же, как я. А вот смотри, получается, что ты до конца как-то не верила. Что тебя сподвигло оказаться в этой игре? Мой коллега. Мы просто слушаем постоянное радио на работе. Вот. Ну и, соответственно, он увидел, что начинается розыгрыш и говорит, надо загрузить фотографии. Мы, ну, нет, 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 надо. Валера, отстань. Как его зовут? Сергей. Сергей, вот удивительная штука. Сергей всех смотивировал, а победила и на... Сейчас локти кусаются. Зачем? Зачем я всех сподвигла? Лучше бы я победил. Сергей, вы нас слушаете, если, то вам большой привет. Вы большой молодец. Вопрос еще к миллионерши. А вот как в свободное время предпочитаете отдыхать? Ой, ну, самый, как по мне, самый прекрасный отдых, это отдых с друзьями. А если можно еще куда-нибудь поехать попутешествовать, так вообще прекрасно. Так, куда планируют путешествовать сейчас миллионерша? Ну, сейчас я пока еще не придумала локацию, но хочу съездить в Екатеринбург. Так, ну тогда жители Екатеринбурга, готовьтесь. Так, а на Мальдивы не хочется? Нет. Далеко. Окей. Настоящий русский человек. Зачем нам Мальдивы, когда есть Екатеринбург? В конце концов. Екатеринбург красивый город. Я там был пару раз, прям ЕКБ привет большой. А вот интересно, улеглись ли вообще чувства, или до сих пор еще немножечко так вот мандражит? Ну, на самом деле мандражит, потому что я не ожидала, и для меня это абсолютно стало какой-то такой шокирующей новостью. Я не ожидала, и поэтому пока даже еще не приняла, наверное. Так, ну я предлагаю вспомнить вообще... Сейчас с удовольствием напомним, как это было. Как это было, как нас мандражило все то время, пока Ёль, черный кот Юмор ФМ, не мог вообще определиться, что ему делать в этой черной-черной комнате. Да, давайте вспомним прямо сейчас. Миллион за улыбку. Ох, все, ребятки, если я говорил, что ладони вспотели, теперь вспотели еще и пятки. Да, вот он главный момент дня, суперигра, миллион за улыбку, суперфинал. Через несколько минут наш пушистый талисман Кот Ёль сделает свой выбор, и мы узнаем, кому из финалистов достанется один миллион рублей. Мы готовы узнать имя победителя. Игры миллион за улыбку. Вы готовы, друзья? Тогда запускайте кота на счет. Три, два, один. Давайте поддержим Ёля. Вот я предлагаю сейчас дружно проскандировать. Ёль ешь! Ёль ешь! Ёль ешь! Ёль ешь! Ёль ешь! Ёль ешь! Звучит, как какое-нибудь скандинавское заклинание. Главное, дождь сейчас не вызвать. Внимание! Внимание, друзья! Внимание! Внимание! Смотрим! И что он делает? Он ест? Он ест? Он ест? Ура! Он ест! Свежи воспоминания, вот что я понял. А вот интересно, в тот момент, когда мы вот это кричали Ёль ешь! Ты скандировала? Нет. В шоке пребывала? Нет, я на самом деле не смотрела просто онлайн-трансляцию, как, соответственно, кот выбирал. Поэтому я немножко отвлеклась, и когда поняла, что... Все уже случилось. Да, все случилось. Вот, да. Инна, вопрос. Не захотелось ли после вот победы, после того, как кот Ёль выбрал именно миску, которая была рядом с твоей фотографией, завести кота? Ну, я об этом подумываю. Да, мы успели выяснить, что у Инны нет пока домашних питомцев. Да, но еще мы выяснили, что Инна только что закончила ремонт, поэтому она очень хорошо сейчас подумает, заводите ли ей кота или нет. На самом деле... У меня есть ответ на твой вопрос. Какой? Нет! Да почему? Слушайте, коты, на самом деле, очень-очень хорошие. Слушай, у меня вот старший брат завели собаку, я сейчас немножко отключусь, завели собаку вторую. Прислали фотографию этого прекрасного питомца. Я смотрю, все углы в доме обгрызаны. Но коты так не действуют, Инна, поэтому подумай, подумай. А может быть, мы подарим сегодня кота, нет? Вместе с чеком на 1 миллион рублей там в комплекте вам кота, Юля. Представляешь, подстава, пришла за чеком на 1 миллион, а тебе кота. В общем, друзья, если вы хотите быть как Инна, стать обладателем прекрасной суммы в 1 миллион рублей, просто заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте фотографию в наш Улыбайзер, потому что в 2024 году игра продолжается. Мы снова разыгрываем деньги, делаем богаче всех слушателей Юмор.ФМ. Да-да-да, ну и обязательно слушайте внимательно Юмор.ФМ, и как только прозвучит та самая шутка на миллион, ну, мы об этом еще расскажем. А самое удивительное, что Инна до сих пор помнит ту самую свою шутку на миллион. Да, ну, примерно. Так. Летом они обезьянка и фотограф, зимой снегурка и Дед Мороз. Вот, понимаешь? Прекрасно. А вот интересно, часто ли ты используешь в жизни шутки Фоменко? Ну, в жизни, наверное, сама не использую, но слышу часто. То есть все вокруг шутят, да? Шутнички хулиганы. Говорят о том, что просто Инна часто слушает Юмор.ФМ. Это да. Вот так. И это к победе. И это, знаешь, к обогащению. Так, друзья, ну, давайте переходить к торжественным моментам. Тому самому моменту, ради которого мы и собрались сегодня с утра пораньше. Пригнали Инну, аж с берегов не вы. Она сама. Напросилась, да. Да. Под бурные аплодисменты всей страны, а также всех, кто присутствует в студии Юмор.ФМ, мы сейчас будем выручать заветный чек. Барабанная дробь, дамы и господа, внесите чек на 1 миллион рублей для нашей победительницы. Спасибо. Инна, я предлагаю поставить его на самое видное место в квартире. Да, его можно с собой, да, внести. И он нужно с собой внести. Он ваш. Так, давайте договоримся так, Инна, окей, чек забирай, деньги оставь. Нет, ну, отличная картина была. Прекрасно, повесишь в рамочку, на стеночку после ремонта, шикарно. Инна, мы тебя поздравляем, эти деньги заслуженно достаются именно тебе. Спасибо. к этому чеку прилагается еще шикарный жених, а, нет, простите, шикарный бухер, жених нам останется. Разумеется, без шикарного пакета цветов мы тебя тоже отпустить не можем, это в дополнение к твоему чеку такой приятный маленький бонус. Спасибо большое, очень приятно. Вот когда еще, знаешь, вот утро начиналось бы вот именно так, не с кофе, а с одного миллиона рублей. И с цветов. С цветов, прекрасно. Что чувствует сейчас миллионерша? Умиротворение. Умиротворение и запах лилии. Да, 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 да. Ну вот интересно, вот сейчас уже появилось ощущение того, что ты знаешь точно, на что хочешь потратить миллион рублей. Ну, точно у меня нет ощущения, потому что я всегда очень много что хочу, поэтому у меня вариантов много, осталось только выбрать. Например, мы можем помочь? Ну, например, ремонт я закончила, можно поменять мебель всю. Так, еще. Можно съездить отдохнуть, а можно накупить всяких, не знаю, вещей. Платьев красивых. Да. Это чисто женская история. Девчонки быстренько там нашли общий язык. Инна, трать как хочешь, на что хочешь, эти деньги твои, но у тебя есть прямо сейчас уникальная возможность обратиться на правах победительницы ко всем будущим или уже настоящим участникам нашей суперигры «Миллион за улыбку». Ну, я хочу обратиться ко всем слушателям Юмор.фм и сказать, что главное верить, а даже если не верите, просто попробуйте и загрузите свою фотографию в улыбайзер. И удача вам обязательно улыбнется. Вот. Между прочим, это говорит человек, который вообще не верил в свою победу, в свою удачу, но у нее все получилось. Получится и у вас. Так что welcome на сайт веселаярадио.ру. Вот буквально две минуты, и вы уже в игре. Вы уже в шаге от одного миллиона рублей. Инна, мы тебя еще раз поздравляем. Эти аплодисменты для тебя. Всех остальных ждем действительно на сайте веселаярадио.ру. Заходите, загружайте фотографии, становитесь богаче. Все правильно сказала Ольга Сергеевна. Игра что делает? Игра продолжается! На юмор.фм Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok